Каждое произведение, как правило, имеет свой темп, который может меняться на его протяжении. В программе Dorico темп создается в режиме «Запись». Чтобы создать темп, выделите место в партитуре, на котором он должен обозначаться, и на открывающейся панели справа выберите значок с метрономическим указанием – это панель темпа. В самом первом разделе этой панели вы можете задать собственный темп. Начните отбивать доли путем нажатия мышью по кнопке. Программа будет подхватывать ваш темп в зависимости от периодичности ваших нажатий. Вы можете выбрать последний полученный результат или задать свой вариант количества ударов в минуту. Затем нажмите кнопку «Создать». В указанном месте появится темповое обозначение. Создавать темпы можно как при выделенном элементе, так и в режиме каретки. В следующем разделе панели темпа вы можете выбрать темп из готовых шаблонов. Регулируя положение ползунков на оси «Медленно-быстро», создайте собственный диапазон темпов, который указывается в списке. Выберем вариант «Аллегро модерату» четверть равна 120 ударов в минуту. Этот готовый вариант вы можете скорректировать в зависимости от ваших нужд. Откроем список свойств темпа при помощи щелчка по стрелке внизу окна или нажатия комбинации клавиш Ctrl-8, Command-8 для Mac. Здесь можно поменять текст темпа, задать сокращенный вариант обозначения этого темпа, а также поменять количество ударов в минуту. В следующем столбце «Свойств» вы можете задать, нужно ли показывать текст темпа и метрономическое указание. Также есть возможность заключить метрономическое указание в скобке. Последний столбец «Свойств» посвящен примерному указанию темпа. Здесь можно выбрать вариант указания приблизительного темпа, а также убрать знак равенства и добавить диапазон темпа. В следующем разделе панели темпа вы можете выбрать указание о постепенном изменении темпа и добавить к нему префикс. Помимо этого, в панели «Свойств» можно при необходимости добавить суффикс «poco apoco». Постепенное изменение темпа имеет свою протяженность, ее можно изменить, потянув за маркер. Кроме того, в панели «Свойств» вы можете отрегулировать значение финального темпа в процентах при воспроизведении, задать начальный темп, а также поменять стиль постепенного изменения темпа, убрав или поменяв стиль протяжения и задать стиль линии. Чтобы создать изменение темпа, определяющееся в том числе и из предыдущего темпа, выберите подходящий из раздела «Относительно изменения темпа» и дополните префиксом при необходимости. Если вы создали темп по ошибке, просто выделите его и нажмите клавишу «Delete». В разделе «Сброс темпа» выбирается темп, возвещающий о возвращении уже бывшего темпа. Текст этого темпа также можно изменить. С точки зрения программы Dorico, время над тактовой чертой и над первой нотой такта – это одно и то же время. Поэтому вы можете создавать темп, выделив тактовую черту. Темповые обозначения из раздела «Приравнивание темпа» призваны появляться как раз над тактовой чертой. Здесь вы можете сообщить о соотношении долей двух соседствующих темпов. Задайте левую и правую часть указания темпа и нажмите кнопку снизу. Указания появятся над тактовой чертой. Обратите внимание, что предыдущее указание темпа над первой долей после двойной тактовой черты исчезло, так как на одну позицию в партитуре можно задать только один темп. Как и для всех функций на панели справа, для темпа есть своя комбинация клавиш и вызова всплывающей панели быстрого ввода. В нужной временной позиции выделите ноту или в режиме каретки нажмите комбинацию клавиш Shift-T. Над системой появится всплывающая панель темпа. Начните выводить нужное обозначение – программа будет отображать подсказки в выпадающем списке. И выберите его. Вы также можете полностью ввести нужное вам обозначение темпа и нажать Enter. Для обозначения длительности нот вводите первые буквы соответствующих английских слов. Например, Q для четверти, H для половинной ноты и E для восьмой. Таким же образом вводятся метрономические обозначения. Обозначение темпа можно двигать в обоих направлениях при помощи мыши или комбинации клавиш на клавиатуре Alt плюс стрелка вправо или влево. При нажатии комбинации клавиш Ctrl-Shift-E, Command-Shift-E для Mac, появятся опции верстки, где в разделе Темп можно задать настройки по умолчанию. Среди них указание примерного темпа, показ стрелок, тип постепенного изменения темпа, тип линии, сокращение, тип взаимодействия с ориентирами и другие нюансы.